Это первая советская атомная бомба и ее главный конструктор, академик Харитон. Юлия Борисовича трудно назвать легким собеседником. Ему удобнее рассказывать о других, чем о себе, и не привык он рассказывать. За десятилетия строгой секретности немногословие вошло в плоть и кровь. И о многом, что волновало прежде и волнует теперь, мы можем только догадываться. Но каждый раз, вспоминая о прошлом, он возвращается именно к этому событию, работе над бомбой. Я не помню точно, сколько времени до испытания, но в дикий момент, когда все уже было более или менее готово, то основные разработчики основных, так сказать, направлений, то есть вот там, скажем, кто разрабатывал реактор, кто разрабатывал получение плутония, Ну вот мне, как разработчику бомбы тоже был, ну и, конечно, Игорь Васильевич, который во главе всего стоял. Значит, вот мы докладывали Сталину вот состояние, готовность к тому, чтобы проводить испытания. Я вот очень хорошо помню, что когда я вот сделал свое сообщение, то Сталин спросил, а нельзя ли вот вместо одной бомбы сделать две бомбы более слабых, Ну, чтобы две были, а не одна. Я сказал, что нельзя, это технически нереально, но в какой-то мере я, может быть, сказал не совсем точно, потому что у нас были всякие идеи, что можно делать и бомбу другой несколькой конструкции, но с меньшим количеством плутония. Но это требовало большого времени, а время было дорого. Все мы понимали, что чем скорее будет известно в мире, что у нас есть атомная бомба, тем лучше. Поэтому я сказал, что надо взрывать бомбу, как она есть, делить ее плутонию и сделать две бомбы. Из этого количества нельзя. Ну, Игорь Васильевич молча ко мне присоединился, так сказать. Сталин выслушал ответ и успокоился. Юлий Борисович и Игорь Васильевич. Много лет они были рядом. Курчатова, научного руководителя нашей атомной программы, знали все. Хрущев рассекретил его еще при жизни. Имя Харитона в те годы было неизвестно стране. В 24 года доктор философии Кембриджского университета. В 49 академик, лауреат государственной и ленинской премии. Трижды герой социалистического труда. Свою первую звезду получил за успешное испытание первой советской атомной бомбы 29 августа 1949 года. Субтитры создавал DimaTorzok Юлия Борисовича скоро 90. Живет он в Розамасе 16, нашем главном атомном центре. И по-прежнему работает в институте. Живет вместе с сестрой. На Ане Борисовне все хлопты по дому. Прошлое и настоящее живут вместе с ними. Мать Мира Яковлевна Буровская, актриса художественного театра. Отец Борис Иосифович Харитон, журналист. В школу я поступил как-то сравнительно поздно. В гимназию было сложно поступать, потому что была тогда для евреев процентная норма. Поэтому меня отдали в коммерческое частное училище, где я проучился полтора года, а потом началась война. В те годы изобрели пулемет и считали, что страшнее оружия не будет. Тоже говорили об отравляющих газах, танках и самолетах. Почему-то люди были уверены, что чем страшнее оружие, тем прочнее будет мир на земле. И сейчас некоторые ученые и политики утверждают, что ядерная бомба – самый надежный способ избежать войны. В одном доме с Харитоном живет Евгений Аркадьевич Негин, в течение нескольких лет возглавлявший Всесоюзный институт экспериментальной физики. Он приехал в Разомас-16 молодым бравым капитаном. Сейчас он академик, лауреат, герой социалистического труда, генерал-лейтенант. Харитон сейчас – это, конечно, совсем не то, что Харитон образца 49-го года, когда я появился сюда. В 49-м году ему было 45. Впервые, когда я его увидел, я… Дело в том, что он ходил с секретарями в те поры. С охраной, попросту говоря. С охраной был очень представительный. Я решил, что вот он, Харитон, есть. Он был очень так моложавый, сухощавый. Он всегда все время в форме. Лет, наверное, 5 тому назад он бегал по лестницам совершенно спокойно. И за ним угнаться было невозможно. Он входил тогда уже, ну, наверное, в десятку лучших физиков страны. У него энциклотерические знания по физике. Юрий Борисович рано нашел себя, хотя в юности влекло многое – литература, особенно поэзия, биология. В 15 лет, окончив школу, работал в электротехнических мастерских. В 16 поступил в политехнический институт. Я попал, нам свое счастье, тот поток, которому читал лекции Йоффе. До сих пор вот эти лекции Йоффе – это точно вот вызывает у меня те самые яркие и благодарные воспоминания. Он читал фантастически хорошо и интересно. И я вот так ясно помню вот эту аудиторию, и как вот эта аудитория была с таким высоким подъемом. Я старался занять место пораньше, поближе. Я помню, как входит Йоффе. Причем, значит, тоже такая характерная картина. Значит, зимой, скажем, здание не топилось в 1920 году, и все сидят в пальто, в валенках. И, значит, вот из двери, которая внизу, вот рядом с большой доской этой, выходит Йоффе, и Йоффе выходит в строгом черном костюме, как говорится, и начинает лекцию, и аудитория буквально замирает. Вот просто это одно из самых таких ярких воспоминаний моей жизни, вот эти лекции Йоффе, в течение которых я понял, что ничего интереснее, свечики нету. Его склонность к науке заметил тогда совсем еще молодой Николай Николаевич Семенов, будущий Нобелевский лауреат. И не только заметил, но и пригласил на работу в свою лабораторию. Впоследствии Николай Николаевич вспоминал. Он такой маленький, худой, этот будущий академик Юлий Борисович Харитон. Стоит 20-ти градусный мороз, а на нем один брезентовый плащ до пят. И длинный-длинный шарф. Он работал раньше монтером, а теперь ему трудно приходится. В 1926 году 22-летнего Юлия Харитона командирует в Англию, в Кембридж, в лабораторию Великого Федора. У Резерфорда уже работал молодой русский физик Петр Капица. Там они встретились с Харитоном и остались добрыми друзьями на всю жизнь. Харитон возвращался из Англии через Германию. Здесь он увиделся с матерью, которая уехала из России еще до революции. Обстановка в Германии была предельно накалена. Все говорило о том, что новая война опять зреет в Европе. Вся история развития ядерного оружия, соответственно, и мировая история могла пойти совсем иначе. В Германии работала очень хорошая химичка Ида Ноддак. Критикуя одну статью Ферми, она казала такие непривычные, что называется, для химика слова. Она говорит, что вот все, что наблюдается, было бы очень просто объяснить, если бы предположить, что при воздействии нейтронов на ядра тяжелых элементов имел место распад ядра тяжелого элемента на несколько ядер. Но ей, естественно, не пришло в голову, что при таком делении получится ветренная цепная реакция, то есть по существу ядерный взрыв. Если бы она поговорила с кем-то из физиков, если бы этот физик был бы фашистски настроенным, а такие, несомненно, были в каком-то количестве, то он бы доложил начальству, что вот не исключены такие явления, которые могут сопровождаться чрезвычайно мощными взрывами, работа бы засекретили. Немцы могли бы тогда раньше других государств сделать ядерную бомбу. В результате мировая история могла пойти существенно иным, может быть, значительно более мрачным путем. К счастью, этого не произошло. Начали в СИДИОС работать над ядерным взрывом только пять лет спустя. Практически одновременно и в Соединенных Штатах, в России, в Англии. Но это было уже в 1939 году. 2 августа 1939 года на стол президента США Рузвельта легло письмо, предупреждающее о том, что фашистская Германия может создать атомное оружие. Письмо подписал Альберт Эйнштейн. В канун нового 40-го года известия писали. «Человечество приобретает новый источник энергии, в миллионы раз превышающий все до сих пор известные. Человек может получить нужную ему энергию в любых количествах и применять ее там, где он найдет нужную». Тогда же Капица заявил в одной из своих лекций. «Теоретические подсчеты показывают, что атомная бомба может легко уничтожить большой город с несколькими миллионами людей». В ядерной физике в те годы работали Скобельцын и Курчатов, Флеров и Петржак. Академик там. На конец предвоенных лет приходится публикации Зельдовича и Харитона по цепному делению урана. Эти работы во многом и надолго связали их с Курчатовым и навсегда определили главное дело жизни Юлия Борисовича. Март 1942 года. Совершенно секретно. Берия Сталину. В ряде капиталистических стран, в связи с проводившимися работами по расщеплению атомного ядра с целью получения нового источника энергии, начато изучение вопроса по использованию атомной энергии урана для военных целей. В том же году физик Георгий Флеров писал Сталину с фронта. «Вот уже 10 месяцев прошло с начала войны, и все это время я чувствую себя в положении человека, пытающегося головой прошибить стену. Это письмо последнее, после которого я складываю оружие и жду, когда удастся решить задачу в Германии, Англии или США. Результаты будут настолько огромные, что будет не до того, кто виноват в том, что у нас в Союзе забросили эту работу». Сообщение советской разведки и письмо Флерову Сталину дали ход развертыванию работ по созданию атомного оружия. Решением Государственного комитета обороны был организован научно-технический комитет. По рекомендации академика Иоффе его возглавил Курчатов. «Однажды звонит мне Курчатов и говорит, что надо встретиться, когда я к вам приеду. Я говорю, приезжайте, вот сейчас». И Сергей Васильевич приехал и говорит, что будут разворачиваться работы по ядерному оружию. И вот вы занимались теорией, вот ряд работ у вас. Вот был в этом направлении. «Я предлагаю вам взяться за работы по созданию непосредственно атомной бомбы самой». Это дело было, по-моему, в 43-м году. Я говорю, что, слушайте, сейчас, по-моему, нельзя отвлекаться от работ непосредственно нужных для войны. Не рано ли? Он говорит, нет, надо начать этим заниматься тоже. Я говорю, что ладно, давайте я буду взаимодействовать, участвовать в работах, которые, как вы видите, вам поручены, но полностью бросить все работы в этом НИИ-6, мне представляется сейчас недопустимо. 2 мая 1945 года Харитон с группой физиков вылетел в Германию. К счастью, из-за ошибки немецких ученых, работа над бомбой в Германии не попала в число приоритетов. Но кое-что они все-таки сделали. Советские трофеи, 100 тонн урана и групп немецких физиков были отправлены в Союз. До первого атомного удара оставалось 4 месяца. Цели были выбраны Хиросима и Нагасаки. Советские делегации охотно показали руины. Имея такое оружие, можно позволить себе разговаривать с союзниками уже на другом языке. После уничтожения Хиросимы и Нагасаки было решено форсировать создание атомной бомбы. 20 августа 1945 года образован специальный комитет. Председателем его стал Берия. То, что Сталин подчинил работы по атомному проекту Берии, свидетельствовал о многом. Заместителем Берии и начальником первого главного управления Прессовнаркомии СССР был назначен Борис Львович Ванников, нарком боеприпасов в годы войны. Научным руководителем проекта остался Курчатов. Давний друг Юлия Борисовича Аркадий Адамович Бриш участник создания первой атомной бомбы, доктор технических наук, герой социалистического труда. То, что Юлий Борисович был назначен главным конструктором и научным руководителем проблемы, это нам всем очень повезло. Можно только удивляться правильному предвидению Игоря Васильевича Курчатова, и удивительно, что вышестоящие инстанции, которые определяли выбор, из нескольких коньятор выбрали именно Юлия Борисовича Харитона. Был тогда организован филиал лаборатории номер 2, так называемая КБ-11. Вот директорство, в котором предложили мне, но я считаю, что я организатор неважный, и посоветовавшись с Игорем Васильевичем, я обратился к Берии с просьбой найти подходящего директора, а я могу взять на себя роль главного конструктора. Вот подходящий директор был найден, такой Павел Михаил Зернов, очень подходящий человек. Мы с ним объехали ряд заводов, освободившихся от производства боеприпасов. Первые места, куда мы ездили, оказались неудачными, но в конце концов мы приехали в город, где был небольшой завод боеприпасов. Даже не знаю, был ли это город или рабочий поселок. Это был старинный русский город Саров, город долгой и славной истории. Еще в XIV веке затерялась здесь, в лесах, столица князя Бехана, посланца Золотой Орды. На месте разоренного города Сараклы вырос знаменитый на всю Русь монастырь. вырос и сгорел в пожаре 1711 года и снова из пепла воскрес, дав пристанище великому праведнику Серафиму Саровскому. Субтитры создавал DimaTorzok Сюда в начале века пожаловал государь Николай II на богомолье. Здесь он молился о наследнике российского престола и родился наследник. Тут, в Саровской пустыне, и возник Арзамас-16, один из самых секретных городов Советского Союза. Места малонаселенные. Одно слово. Пустынь. Она и стала родиной оружия, пособного превратить мир в пустыню. Здесь собрали лучших физиков, привезли в качестве рабочей силы тысячи зэков. Благо знаменитые мордовские лагеря были рядом. Ученые думали, что приехали сюда на время, сделают бомбу и по домам. Оказалось, всерьез и надолго. В бывшей гостинице паломников разместилось управление. Музыкальная школа и библиотека в братских кельях. В храме преподобного Серафима Саровского городской театр со сценой вместо алтаря. На месте кельи святого амфитеатр. Трапезная стала столовой. Апостолов на потолке заменил веселенький пейзаж, выполненный заключенной художницей. На месте теперешних гаражей был тот самый лагерь, в котором она сидела. Строился современный город Кремлев, как тогда назывался сегодняшний Арзамас-16. Главную улицу, естественно, назвали улицей Сталина, а примыкающую к ней улицей Берия. Кремлев становился одним из самых благоустроенных городов того времени. С первого дня строительства была определена рабочая норма питания. Хлеба 400 граммов, мяса 350, молока 200, картофеля 500, сыра 20 и 20 творога, сахара 80 граммов в день. Постановлением правительства предусматривалось выделить для создания научной библиотеки 5000 долларов. Из воспоминаний Андрея Дмитриевича Сахарова этот пробный коммунизм, объект, представлял собой некий симбиоз из сверхсовременного научно-исследовательского института, опытных заводов, испытательных полигонов и большого лагеря. Тактико-техническое задание на изготовление первой атомной бомбы было подписано Юлием Борисовичем Харитоном в июне 46-го. В каждом ответственном подразделении были так называемые уполномоченные совнаркома, генералы и полковники МВД, имеющие прямую телефонную связь с Берией. Я занимался оружейной частью, ну и было совершенно естественно, что оружейная часть должна быть в секрете. Все детали и узлы все делалось здесь, кроме, повторяю, деталей из плутония. Детали из плутония здесь не делались, они вот делались на Урале, отсюда, до полигона. Везли в разобранном виде, сборка производилась на месте. Ну, предварительно, конечно, сборка со всеми деталями, кроме вот плутониевых, тренировка по сборке производилась здесь. В общем, достаточно было сделано здесь до того, как уже настоящую, окончательную бомбу вывезли туда. Берий контролировал каждый шаг физиков, но и помогал постоянно. Понимал, если бомбы не будет, то отвечать будут не только физики, но и он, Лаврентий Берия, которому Сталин поручил это дело. Вспоминает Аркадий Бриш. Я вот как раз ехал, первое испытание в 49-м году, как раз в литерном поезде, в котором ехал Курчатов, Харитон, вот целый ряд людей, которые принимали участие в испытании, и там как раз везли первый атомный заряд. Охрана вот этого литерного поезда была удивительной, потому что поезд двигался непрерывно. Впереди сопровождение было, сзади сопровождение. Ну а на место, когда приехали возле Семипаласинской станции, тогда я с удивлением увидел, что появилось большое количество охраны на автомашинах, и вот погрузили этот заряд, и, соответственно, впереди, сзади охрана с автоматами, потому что в основном страшно, ну, чтобы не было никакой аварии, а главное, никакого захвата. Когда был первый взрыв, то бомба находилась на башне на высоте 30 с чем-то метров. Когда вот бомбу, ну, поставили в клетку лифта, Зернов не стерпел и влез с бомбой, и с ней вместе поднялся наверх. А затем вот поднялись Щелкин и Ламинский. Ставили детонаторы наверху. Я на вышку не поднимался, нет. Казимар, тоже, из-за Бетланной, из которого велось наблюдение, из которого велся пуск, он находился в 10 километрах вот этой башни, на которой находилось изделие. Кнопку, по-моему, нажимал Щелкин. Устройство было такое, что дверь была со стороны обратной. Дверь была слегка приоткрыта, и после нажатия кнопки все осветилось ярчайшим светом. Ну, а так как вот было расстояние 10 километров, а звук идет со скоростью 300 метров в секунду, то тогда уже была закрыта дверь, чтобы ударная волна никаких неприятностей не учинила. Через 30 секунд дошел, значит, вот толчок ударной волны, после чего уже можно было выйти. Берия тоже находился вместе с нами в каземате. Он поцеловал Игоря Васильевича, поцеловал меня в лоб, и мы уже вышли, и вот видно было, как вот подымается облако, образующее грипп такой. Было ясно, что взрыв достаточно мощный был. Берия сразу позвонил Сталину. Поскребышев сказал, что Сталин спит. Берия просил разбудить. Через минуту раздался сонный голос. Чего тебе? Иосиф, все успешно. Взрыв такой же, как у американцев. Я уже знаю, лениво ответил Сталин и положил трубку. Пробы, взятые в верхних слоях атмосферы с американского самолета, определили, что в СССР взорвана атомная бомба. Президент Трумэн был поражен. Однако Сталин впрямую не признал проведение первого ядерного испытания. В сообщении ТАСС от 25 сентября говорилось. В Советском Союзе ведутся строительные работы больших масштабов, которые вызывают необходимость больших взрывных работ. Возможно, что это могло привлечь к себе внимание за пределами Советского Союза. Что же касается производства атомной энергии, то ТАСС считает необходимым напомнить, что еще 7 декабря 1947 года министр иностранных дел СССР Молотов сделал заявление относительно секрета атомной бомбы, сказав, что этого секрета давно уже не существует. Советский Союз уже открыл секрет атомного оружия. И он имеет в своем распоряжении это оружие. Ко времени заявления ТАСС советское атомное оружие исчислялось одной бомбой, которая и была взорвана на Семипалатинском полигоне. По указанию Сталина Курчатову, Харитону, Зельдовичу, Щелкину, Флерову, Алферову, Духову было присвоено звание Героя Сцельсичного. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Была ли первая советская атомная бомба похожа на американскую? Первое мы сделали копию американской. К тому моменту, когда мы уже могли начать все дело сработать, была получена информация о конструкции атомной бомбы. Обсудивши всю ситуацию вместе, конечно, и с участием Игоря Васильевича, мы решили, что надо отложить изобретательство на некоторое время. Нельзя было пренебрегать такой возможностью. Никто бы нам это просто не разрешил. Вы хорошо представляете себе, что было бы, если бы наш первый эксперимент по этому делу увенчался бы неудачей. Беррия тоже готовился к испытаниям по-своему. Во всяком случае была готова замена даже самому Курчатову. Если бы бомба не взорвалась, а такая вероятность, конечно, была, ее создателям было бы не сдобровать. Известно, что получили бы они вместо золотых звезд героев. Первая бомба была копией американской. Кто помог нам сделать эту копию? Теперь мы знаем некоторых из них. Клаус Фукс первый в этом ряду. А мы не знали эту фамилию. Откуда эта информация нам тогда ничего не сообщалась. А Фуксину стало известно после того, как в 50-м году, когда его судили. Опровержение ТАСС появилось в марте 50-го года. В нем советское правительство отрекалось от своего агента, благодаря которому была получена ценнейшая информация. нет, конечно, Фуксу мы должны быть крайне признательны. Я в свое время как-то вот в разговоре с покойным Устиновым говорил, что надо было бы Фукса как-то выразить подблагодарность от Советского Союза. Он соглашался с этим и говорил, что он постарается это сделать. Но в те времена по-видимому это было нереально. И все-таки насколько информация полученная от Фукса ускорила создание советской атомной бомбы. На год может быть сэкономило. Может быть чуть-чуть больше. Черт то это то то что трудно сказать. Называть меня атомной бомбой я не вижу никаких оснований. Все эти работы являются коллективными работами. Начать с того, что все расчеты, с которых начиналась работа, мы вели вместе с Зеленовичем. Ну а в конструкции участвовало много людей. Тысячи людей. Ведущие физики и математики страны. Лучшие производственники. Назовем верхний эшелон сотрудников Харитона на первом этапе. Кирилл Щелкин заместитель Харитона курировавший научно-исследовательские работы. Виктор Турбинар начальник конструкторского отдела. Яков Зельдович руководитель теоретического отдела. По мнению многих он был ближе других к Харитону. Академик, трижды герой социалистического труда, лауреат многих премий. Они родились с разницей в 10 лет и иногда вместе отмечали свои юбилеи. Виктор к Один из самых сильных физиков, с которыми мне приходилось иметь дело, Жильдович Сахаров. То, что вот примерно по 20 лет мы вместе работали, это все-таки просто огромное счастье. И, в общем, чрезвычайно приятно работать с такими людьми. Это уже так все на грани гениальности люди. Андрей Дмитриевич Сахаров впервые приехал на объект летом 49-го из воспоминаний Сахарова. Игорь Васильевич приветствовал меня на ходу. А, москвич приехал, привет. Жильдович предупреждал, тут кругом все секретно. И чем меньше вы будете знать лишнего, тем спокойнее будет для вас. Юлий Борисович несет на себе всю эту ношу, но он особенный человек. А у нас с вами будет много дела в теоретическом отделе. Наступал новый 1953 год. Вроде бы весело наступал. Начавшееся еще в 52-м дело врачей шло по отработанной методе. Митинги, призывы, подлых убийц к ответу. За колючей проволокой Арзамаса-16 эхо этого дела звучало громко. Среди физиков было немало евреев. Все понимали, что дело врачей – кульминация общегосударственной антисемитской кампании. «Для всех людей на земле это был год смерти Сталина и последовавших за ней важных событий, приведших к большим изменениям в нашей стране и во всем мире», – вспоминал Андрей Дмитриевич Сахаров. В один из летних дней жители объекта увидели, что табличка с обозначением «Улица Берии» снята. Через час мы услышали по радиосообщений о разоблачении и аресте Берии и его сообщников. Для нас на объекте это был год завершения подготовки к первому термоядерному испытанию и самого испытания. «Динаторов пишет, что Фукс знал все, и по водородной бомбе информация, будто бы была Фуксом передана, а по водородной бомбе информация и в Америке еще в те времена была сильно запутанной, Теллер, так сказать, очень сильно запутывался. Я там поцитирую из одной из книжек на эту тему, об истории Теллера. «Отчаяние между октябрем 50-го и январем 51-го года». «А что думает об этом сам Эдвард Теллер?» «Я уверен, что Фукс ушел еще до того, как в этом направлении были предприняты важные шаги. Я уверен, что он не мог выдать эту важную информацию». «Клаус Фукс был исключительно приятным человеком, очень скромным и очень внимательным. Он был очень внимательным. Он был очень внимательным. Когда выяснилось, что он был шпионом, я понял, что это было продиктовано тем, что ему постоянно приходилось быть начеку. Мне он представляется трагической личностью. Ходили ужасные рассказы о том, что перенесла его семья, особенно его сестра от фашистов. Покидая Германию, он мог думать, что в мире нет другой альтернативы, за исключением фашизма и коммунизма. И по идеологическим принципам принял решение работать на коммунистов. И потом, как мне представляется, он попал в плен собственных иллюзий». Летом 1992 года отец американской водородной бомбы впервые приехал в Москву на научный симпозиум. 85-летний патриарх американских физиков очень хотел увидеть Волгу. 5 августа 1953 года открылась сессия Верховного Совета СССР. Заканчивая выступление, Маленков сделал заявление. «Он сказал при аплодисментах зала, что у СССР есть все необходимое для обороны. Есть своя водородная бомба». Вспоминает Андрей Дмитриевич Захаров. «Это заявление было сделано 8 августа, за несколько дней до фактического испытания. Мы слушали выступление Маленкова в полутемном холле маленькой гостиницы. Изделие еще не было установлено на башне. По бездорожью казахской степи на сотни грузовиков везли на юг, восток и запад семьи эвакуированных с их наспех собранным скарбом». «В 1953 году мы взрывали вот эту бомбу тоже на башне, но это была не наилучшей конструкцией водородная бомба. Можно было сделать в этих же габаритах более мощную бомбу». 12 августа 1953 года. «Испытание первой в мире водородной бомбы мощностью взрыва в 20 раз больше, чем взрыв атомной бомбы». Из воспоминаний Сахарова «Испытание вызвало огромный интерес и волнение во всем мире. В США его окрестили «Джо-4». Четыре порядковый номер советских испытаний. «Джо» соответствует Иосифу, имя Сталина. Мощность взрыва и другие параметры оказались близкими к расчетным. Начальство было в восторге. Мы же понимали, что еще предстоит колоссальная и нетривиальная работа. На самом деле и мы недооценивали ее масштабы». «Я бы назвал настоящим водородным взрывом первым 1955 год. И эту настоящую водородную бомбу, которая была в несколько раз мощнее той, которая была в 1953 году взорвана, она уже была взорвана при сбрасывании бомбы с самолета». «Алета» Мы наблюдали это с расстояния 70 километров. Какое-то количество людей находилось ближе одного солдата, находившегося в Канаве, засыпало песком, и один солдат погиб. В одном из близлежащих сел населения было все выведено из зданий, уложено на землю, чтобы минимальные воздействия были. И кажется, одна девочка тоже осталась в погребе и была засыпана, погибла. Канаве Так взрыв выглядел из города Курчатова, центра Семипалатинского полигона. Ослепительная вспышка и ударная волна затрясли город. В домах вылетели все стекла. Это кадры из фильма, который был снят специально для показа руководству страны. Текст, естественно, читал Левитан. Вернемся в городок полигона. Сейчас из суда подойдет ударная волна. Вы видите группу людей, стоящих на дороге. Находясь далеко от места взрыва, они чувствуют себя спокойно. Но за это благодушие им придется поплатиться. Испытание водородной бомбы РТС-37 показало, что Советский Союз обладает новым видом. Мощного термоядерного оружия. Кого же все-таки можно считать отцом советской водородной бомбы? Нет, ни в коем случае не меня. Потому что идея водородной бомбы не моя идея. Ряд физиков пробовал. Но главной, наиболее важную часть работы и наиболее важной части Диппи надлежит Сахарову. А Сахаров в своих воспоминаниях пишет, что это, в общем, был коллективный труд. Что в первую очередь он отмечает работы в отложении Зеледовича и Трутнева. И ряд еще других физиков. Бедновича, Бабаева. В общем, Сахаров отмечает, что это все-таки коллективная работа была. Идея. Конечно, все вместе. Это уже было мое дело все реализовать. Все эти идеи. Испытания прошли блестяще. Все были довольны, в восторге. И вот Харитон докладывает на политбюро о результатах работы. И вдруг, ко всему общему удивлению и, как говорится, ко всему общему хохоту, Харитон говорит, что все бы хорошо. Но вот только понимаете, в одной из величин произошла в расчетах ошибка. Не хватает одной миллионной доли секунды. И это его очень беспокоит, что мы не понимаем, куда эта миллионная доля секунды подевалась. Никто в то время никакого серьезного значения этой миллионной секунды не придавал. А впоследствии оказалось, что Харитон беспокоился не зря. И эта миллионная доля секунды, потерянная, пока мы не поняли, откуда она была потеряна, доставила нам массу неприятных. Евсей Маркович Рыбинович, доктор физик математических наук. Его основное рабочее качество, дотошность и добросовестность, докладывает нам политбюро о какой-то потерянной миллионной доле секунды, это мог только Харитон. Ясность это одно из его любимых слов. Ясность и высказывание о том, что мы всегда должны знать в 10 раз больше, чем это нужно в сегодняшний момент. Так получается, что, рассказывая Юлию Борисовичу, мы все время рассказываем о Ядерноморожье. Это, наверное, понятно, его жизнь, это его работа. Но ведь был и дом, и любимые люди. Жена Марии Николаевны, дочь, внук Алеша. Александр Иванович Павловский, академик, герой социалистического труда. Ну, первая встреча у меня с ним состояла в 1952 году. Я, вот по поручению Игоря Васильевича, должен был ехать в Ленинград, в радиоинститут. И мне нужно было подготовить, тогда было принято такая форма, заранее готовилось командировочное задание. Ну, вот, я написал это задание, пошел Килибрисович его подписывать. Он на него посмотрел, сказал, все хорошо написано, вот здесь нужно только немножко подправить. В общем, в результате этой правки остался только адрес и его подпись. Все остальное он переделал. То вот мы едем в Москву, обычно вагон его цепляли в конец поезда. Значит, чтобы пройти перрон, необходимо было там 10 примерно минут. Чтобы сэкономить время, мы селили Борисович через весь состав, проходили в головной вагон, с тем, чтобы сэкономить это время. Или, значит, вот прилетаем, когда иногда, редко это было, но иногда прилетаем самолетом. Значит, Юрий Борисович знает, что предстоит обед и трата времени на обед. Увидев какой-то буфет там, кефир и еще чего-то, говорит, вот мы сейчас шикарно пообедаем и после пойдем работать. Когда-то Сталин запретил Хритону летать на самолетах. Время запретов давно прошло, но у Юлии Борисовича по-прежнему свой вагон, который превратился во второй рабочий кабинет. Бессменная хозяйка вагона, Клава Николаевна Егорова. В общем, я работаю с 1972 года с Юлией Борисовичем. Было мне 27 лет, 26 лет. И вот работаю в 1940 год. Все время с Юлией Борисовичем ездила. И Ленград ездила везде, по всем городам, куда Юлия Борисович ездила, там и я была. Потом ездили мы в Самарканд, в Бухарон, были в Сашкенте. Ведь куда Юлия Борисовича, туда и я. Все время вместе. Ездили мы в Сим-Палатинск, на полигон. Он всегда берет лампу, вон в салон идет иногда отдыхать. Я, говорит, почитаю. Я ему скажу, Юлия Борисовича, пора спать ложиться. Он сейчас, сейчас, Клавочка, сейчас, сейчас, говорит. Вот, долго не спит. Иногда он и работал, и печатывал в вагоне. Чай он любит. Хороший чай, крепкий. Всегда я ему крепкий чай приносила. Ну, я не знаю, что в вагоне, что ему не заготовили. Он всегда кушает. Нам и все время в сахарах ездил. Зельдович. Он всегда шутил. Был дел. Игорь Васильевич вот этот сидит, Юлия Борисович. Я им подаю завтрак. Где-то в старом вагоне. А Юль Борисович какой молодой, да? Какой хороший. С улыбочкой прямо. Он в это время меня спросил, Игорь Васильевич. Клава, у вас есть чеснок? Я говорю, есть. Он говорит, я люблю макарон с чесноком кушать. А Юль Борисович говорит, ой, а я, говорит, не могу терпеть, говорит. Чеснок. Я в Борисович вместе со своей женой, покойной, находился. Игорь Васильевич приехал навестить меня в очень хорошем настроении. Очень веселый был. Он нам рассказал, что вот он уехал и увидел в Москве консерватории концерт, моцартовский реквием. Ему захотелось пойти, и он пошел и получил огромное удовольствие. Ну вот, мы, значит, поговорили сначала, а потом, значит, вот предложил, вот давайте пройдемся и расскажите мне, что у вас там было. Ну, мы пошли недалеко, прошлись, сели на скамейку, и, значит, я ему начал рассказывать. И я сидел как-то вот боком, так что я говорил, но не глядя на него и не видя его лица, и вот я говорю, а как-то никаких вопросов он не задает. И я тогда повернулся, увидел, что... его нету. Совершенно... Совершенно неожиданно он шел в прекрасном настроении, хорошо себя чувствовал. Правда, он как-то в разговоре сказал мне, что врачи мне сказали, что у меня сердце 70-летнего человека. Ему в это время было 57 лет. После смерти Курчатова в 60-м году никто из его окружения не смог занять место признанного атомного лидера. За три недели до своей кончины Игорь Васильевич, выступая на сессии Верховного Совета, сказал, в прошлом, в 59-м году, впервые за много лет ни в одной стране мира не произведены испытательные взрывы. И это вселяет надежду на то, что в скором времени ядерное разоружение станет возможным. Увы, США и Англия прервали мораторий и провели большую серию испытательных взрывов. Не остался в долгу и Хрущев. Мне, как председатель Совета Министра, предложили ученые, что мы вам, правительству, дадим бомбу. По миллиону тонн тросила. Одна бомба, одна бомба. Ракетчики говорят, мы поднимем эту бомбу. Вот какая перспектива будущего. Вспоминая то время, Сахаров писал, помогли ли мы, или точнее мы, вместе с американскими создателями аналогичного оружия сохранить мир. Третья мировая война не разразилась за эти 35 лет, и, быть может, равновесие страха, взаимные ракетно-ядерные устрашения, гарантированные взаимные уничтожения, одна из причин тому. Тогда, в те далекие годы, перед нами не вставали такие вопросы. 30 октября 1961 года. Экипаж стратегического бомбардировщика Ту-95 под командованием герой Советского Союза Дурновцева готов к старту. Курс «Новая земля». Осуществлен непревзойденный до сих пор по мощности взрыв 50-ти мегатонной бомбы. Взрыв на Новой земле был приурочен к работе 22-го съезда Коммунистической партии. Для Хрущева этот взрыв был не столько испытанием, сколько политическим актом. А для ученых. Конечно, особенно так всерьез обосновать этого нельзя. Теоретики были очень увлечены работой. Хотелось показать, что они могут и больше, чем американцы, которые вот к тому времени надрывали уже некое количество 15-ти мегатонных зарядов. Конечно, необходимости не было. В общем, это мы считали своей обязанностью посмотреть, а что же мы максимально можем сделать. Разве у максимума есть пределы? Один раз испытали хорошо, другой еще лучше. Ясно, что конца не будет, как не будет предела совершенства. В результате наделали, наиспытывали столько, что никто не знает, что же с этим делать, как от всего этого избавиться. 10 271 ядерный заряд в арсенале России и бывших Республик Союза. 17 055 у американцев. Похоже, что эпоха противостояния наконец кончилась. Уже сам факт мирной научной встречи бывших непримиримых противников, ранее обменившихся отнюдь неракупожатиями, весьма примечательно. Так получилось, что в качестве первооткрывателя атомной эры история выбрала Соединенные Штаты и Советский Союз. В первую очередь этим двум державам пришлось в полной мере испытать, как ядерная гонка подчинила себе часть передовой технологии науки. Эти страны первыми осознали, что обладание ядерным оружием никому не дает решающего преимущества. Сокращение ядерных вооружений уже не агитплакат, а основа глобальной политики. А как же бомба? Как распорядиться? Арзамасом-16. Как сохранить истинные национальные достояния, уникальный коллектив ученых, инженеров, рабочих? Об этом не может не думать старый и мудрый человек, академик Юлий Борисович Харитон. Первый заместитель научного руководителя, академик, герой социалистического труда, Юрий Алексеевич Трутнев. Что это очень уникальный человек-руководитель. Человек, который всю свою жизнь, ну, практически всю свою жизнь, отдал не только науке, но и формированию целой отрасли техники. И оборонной техники, и научной техники, и научным исследованиям. Потому что дело, которым он занимался, требует необычайно глубоких знаний в самых разнообразных областях науки. Он прекрасно понимал, какая ответственность на нем лежит. И вот этот вот юбизм, как мы в свое время называли, это школа целая, понимаете? И руководить, конечно, таким делом мог человек, который обладает достаточной широтой взглядов, и, что очень важно, понимает людей, и умеет соответствующим образом в дело поставить так, что человек невольно раскрывается в своем научном потенциале. Мы никогда не чувствовали в нем ну, какого-то начальства. Это был старший товарищ, который учил нас не только, как надо работать. Ну, вообще, у нас как надо жить. В бездне времен остановите, вагоновожатый, остановите скорее вагон. Я был бы счастлив, если бы весь мир отказался от ядерного оружия. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...